САХАЛИН-2 Газопровода «Голубой поток» ему вручили ни много ни мало английский орден королевы Виктории. Но гордость ветерана Андрейчева, Политехнический институт, вспоминает, как трудились день и ночь. Все, что там построено, это с первого кирпича, с первого камня построено мною. И по городу общежитие, вот когда-то кирпичный завод на Старокубанской, мы там его оборудовали. Сегодня среди приглашенных и те, кто помогал восстанавливать Крымск после разрушительной стихии. Им особые слова благодарности. В рекордно короткие сроки строители возвели сразу два жилых микрорайона для пострадавших от наводнения – «Надежда» и «Озерки». Да и в целом облик кубанских городов и станиц значительно изменился за последние годы, отметил сегодня губернатор Александр Ткачев. Край остается лидером в стране по количеству строящегося жилья. Впереди только Москва. 4 миллиона – сегодня это равно, если сложить стройкомплекс за год Ростовской области, Болгоградской области и Астраханской области. Вот три области – это один край. Это все произошло за последние 5-7 лет, огромный скачок. И это все мы. Стотысячная армия строителей Кубани – это действительно ее гордость. И мы по праву должны не только все гордиться и понимать, что благодаря вам и только вам сегодня и дальше мы будем идти вперед. Есть резервы, есть потенциал. Мы должны строить красивые дома. Мы должны строить такие дома, в которых будет комфортно жить. Они должны во многом делать наши города более современными, деловыми, что собственно и происходит. Дорогие коллеги, это ваша заслуга. Миллионы квадратных метров – это не только жилые дома. В Край строят и множество социальных объектов – детские сады, крупные медицинские центры, поликлиники. Обновляется дорожная инфраструктура, возводят новые мосты, сотни километров развязок. Достижения лучших сотрудников отрасли сегодня отметили грамотами и благодарностями администрации Края. 14 человек стали заслуженными строителями Кубани. В их числе сварщик арматурных сеток Вера Дахно. Студенткой работала поваром, потом надоела варичи, ушла на стройку. И уже больше 30 лет в совсем не женской профессии. Домов сколько построено, мы как-то пытались подсчитать, это невозможно просто. Даже квартир мы не могли посчитать, там однокомнатных или двухкомнатных сколько. А уж домов точно, я не знаю. Новые рекорды у кубанских строителей, похоже, еще впереди. Продолжается возведение спортивного города в Краснодаре. Помимо баскет-холла и ледового дворца появится еще комплекс тренировочных залов и центр водных видов спорта. Жилые микрорайоны возводят ударными темпами. И масштабных проектов еще много. А это значит, кубанские строители в ближайшее время точно не останутся без работы. Евгений Вольский, Валерий Пятов и Денис Москаленко, 9 канал, Краснодар.